Школа имени Кирова одна из многочисленных южной столицы. Из более 4 тысяч учащихся, порядка полутора тысяч детей учатся в начальных классах. Ежедневно кормим более 1200 детей, даём чай с молоком. Мы потребляем очень много воды, много посуды надо помыть. Хорошо, что с начала года они выключали воду, но в прошлом году были одни проблемы. Для решения проблемы питьевой воды городские власти разработали 4 проекта. Поступающая вода проходит трёхразовую очистку. Ожгорводоканал использует технологию по очистке, проводит фильтрацию и добавляет хлорку. Между тем, станция во время сильных осадков приостанавливает подачу воды. Здесь не успевает очистить её после дождей, поэтому использует альтернативные скважины и резервуары. Скважина вместе с резервуаром обеспечивают водой в объёме 50 тонн. Дополнительная труба даёт 40 тонн и вместе подают 90 тонн воды. Если дожди идут четыре дня подряд, то эти объекты не в состоянии полностью обеспечить жителей города водой. Поэтому начнётся пятый проект. Проект одобрен в АБР на сумму 3 миллиона долларов. Протяжённость труб 2 километра 200 метров. И это решит проблему с водой. Между тем, требует ремонта водоочистная станция. Объект, обеспечивающий водой в объёме 130 тысяч тонн, построен в 70-х годах прошлого столетия. Для этого требуется 6 миллионов суммов. Для решения проблемы городской Кенеш поддержал выделение суммы для ремонта. Вместе с тем увеличены тарифы за воду и канализацию. Усен Кульбаев, Мергуль, Бокошева, Нур-Дюлет, Маматова, ЛАТО 24, ОШ.